Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. 26 декабря в России объявлен днём общенационального траура. Рано утром в воскресенье над Чёрным морем потерпел крушение самолёт У-154. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Полный список погибших опубликован на сайте Министерства обороны России. В районе катастрофы не прекращаются поисковые работы. Первые тела погибших уже доставлены в Москву. Утром в воскресенье 25 декабря принадлежащий Министерству обороны самолёт Ту-154 пропал с радаров. Лайнер вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в час 38 минут по московскому времени. В Адлере борт прошёл до заправки и отправился в Сирию. На связь Ту-154 перестал выходить через две минуты после вылета в 5.40 по московскому времени. На борту находились 92 человека. Среди них 8 членов экипажа и 84 пассажира. В том числе 64 члена ансамбля имени Александрова. Которые летели на военную базу Хмеймим, чтобы выступить перед находящимися в Сирии российскими военными в честь Нового года. Вместе с ансамблем летел художественный руководитель Валерий Халилов. Также на борту самолёта были директор Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков и его помощница Оксана Батруддинова. Среди пассажиров борта была и директор Международной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза. Она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя Тишин в Латакии. Кроме того, в самолёте находились журналисты трёх российских телекомпаний. НТВ – Михаил Лужецкий, Евгений Толстов и Олег Пестов. Звезда – Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский. И Первого канала – Вадим Денисов, Александр Сойдов и Дмитрий Рунков, уроженец Архангельска. Через несколько дней ему бы исполнилось 30 лет. Дмитрий закончил ОГТУ. Телевизионную карьеру он начал в родном Архангельске в НовогТРК Поморье, а потом переехал в Петербург. На Первый канал он пришёл всего год назад. По долгу службы Дмитрию часто приходилось заниматься военной тематикой. Это не только боевые стрельбы. Дмитрий делал репортажи о репетиции Парада Победы и исторических реконструкциях. Вместе с Дмитрием работал и наш земляк, и коллега с Первого канала Алексей Карипанов. По телефону из Москвы он поделился с нами своими воспоминаниями о погибшем друге. Дмитрий, который умел расположить к себе, был всегда очень скромный, но при этом обаятельный. И всегда мог найти подход к человеку какими-то шутками, подсказками, анекдотами, чем угодно. И вообще он был такой компанийский парень. Для нас, для репортеров, для журналистов, корреспондентов, очень важно, когда мы между собой общаемся по поводу качества материалов и получаем не только похвалу, но и критику. Вот Дима, Дима, он умел как похвалить, так и очень точно, четко критиковать. И эта критика была абсолютно правильна, она была на пользу, и его хотелось слушать. Напомню, самолет Минобороны потерпел крушение в районе Сочи. По данным Минобороны России, обломки Ту-154 найдены в полутора километрах от побережья на глубине 50-70 метров. Сегодня ФСБ России сообщило, что основными рабочими версиями крушения Ту-154 являются попадания в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета. При этом в службе отметили, что признаков, указывающих на возможность совершения теракта, на борту самолета к настоящему времени не получено. В районе катастрофы силами МЧС, Росавиация, Росмарич флота продолжается операция по поиску тел погибших и фрагментов самолета. В Москву прибыл первый самолет с останками жертв. Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе самолета Ту-154 вблизи Сочи. «Невозможно оставаться равнодушным к трагедии на Черном море. Ненецкий округ скорбит вместе с нашей страной и приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», – сказал глава региона Игорь Кошин. В связи с трагедией в регионе, как и по всей стране, отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги, открытие нового здания поисково-спасательной службы в Наринмаре перенесено на другой день. В программе «Вещание» нашего телеканала и «Радио Север» также внесены изменения. Во всех церквях, храмах и соборах России сегодня прошли панихиды в память о тех, кто погиб в авиакатастрофе Ту-154. В день трагедии о погибших в авиакатастрофе в Сочи из-за близких молился патриарх Кирилл. Он попросил об упокоении тех, чьей жизнь унесла трагедия, и об укреплении сил для тех, на чью долю выпало страшное испытание потерять близких. Патриарх вознес эту молитву в храме святителя Спиридона в Нагатина в Москве. Сегодня заупокойные богослужения прошли во всех православных храмах русской церкви. Заупокойную службу провели и в Богоявленском кафедральном соборе в Наринмаре. Молимся у покаяния душу, сочи того, Божий, всех погибших в авиакатастрофе. И вы же простите себе всякому предрешению, вольному же и не вольному. Господи, Париж! Православная церковь сегодня молится за тех, кто погиб в авиакатастрофе на Черном море. Жертвами трагедии стали 92 человека. Обидно, что столько людей в один миг. Это всенародное горе. Люди хорошие и настолько люди, сделавшие для России. Видимо, Бог хороших забирает. Очень тяжело. Это даже тяжело просто говорить. Сегодня помолились и будем и дальше молиться за них, за покаяния души, чтобы Господь их принял и упокоил их именно в царстве Божьем.